Добрый день, меня зовут Виктор Руденко, я специалист по моркови от компании Клосс. Это видео специально снимается для супермаркета семян. Я расскажу вам о правильном выращивании моркови и поделюсь своим опытом. Это видео приурочено к выходу спецвыпуска журнала супермаркета семян по выращиванию моркови. Журнал можно получить, сделав заказ на сайте, либо кликнуть ссылки в описании. Я отвечу на ряд вопросов, касаемо выращивания моркови. Первый вопрос это, как подготовить правильно почву. Морковь, конечно, любит, как правило, песчаные почвы, но выращивает ее по всей территории нашей страны. Поэтому, в принципе, можно выращивать на любых почвах. Самая главная задача подготовить почву, чтобы верхний слой был достаточно рыхлый. И глубина рыхления почвы была не менее 20 сантиметров. В зависимости от того, какой сорта тип моркови вы выращиваете. Почва должна быть рыхлая, легкая, как правило. Второй, следующий вопрос вы задаете насчет предшественников. То есть, в принципе, очень много культур, которые являются хорошими предшественниками для моркови. Но нельзя, нежелательно семейства зонтичных размещать морковь там, где выращивался сельдерей, либо укроп. Это одно, как бы, из правил. И нежелательно размещать морковь после культур, которые в прошлом году оставили большое количество растительных остатков. Потому что они, как правило, не позволяют качественно подготовить почву. И тяжело очень создать идеальные условия для посева мелких семян моркови. Следующий вопрос, какие же сроки лучше всего сеять морковь и какая схема посева. В зависимости от того, для чего выращивается морковь и в какие сроки вы хотите ее получить. Морковь холодостойкое растение. Сеять ее можно как раннее весной, но это для потребления летом и потребления в свежем виде. Либо для свежего рынка. Так можно сеять и летние посевы. Летние посевы, как правило, совершают для того, чтобы получать морковь осенью, которая идеально подходит для хранения. Схема посева. Для сорта типа шантане в идеале расстояние в рядочке должно быть не менее 4,5-5 см. Для того, чтобы сформировать полноценный выровненный корнеплод. Для сорта типа нанского можно делать 3,5 см. В линейке компании Клосс есть хорошие гибриды. Есть боливар, который можно сеять в разные сроки, как на раннюю продукцию, так и на позднюю. Есть морковь Сатурна, которая идеально подходит для высева ранней весной и получения продукции уже летом. Подходит идеально Сатурна для пучковой продукции. Для долгосрочного хранения мы рекомендуем сеять все-таки летом, для того, чтобы получать и формировать урожай на фоне снижения температур. Такой урожай, урожай моркови получен осенью, он, как правило, хорошо хранится. На чем же сеять, спрашивают, на гряде, либо на гребне? Наиболее приемлемая подходящая схема, вернее, схема, где сеять морковь, это все-таки гряда. Это самое распространенное, но потенциал моркови лучше всего раскрывается именно на гребне. Очень хорошая продуваемость. Гребень даже на тяжелых почвах позволяет выращивать моркови нанского типа. Я же не беря уже тип шантане. Но морковь-боливар получается хорошо даже на нулевом уровне, без формирования гряды, либо гребня. Потому что сформировать гребень, либо гряду, хозяйство должно бы иметь определенное оборудование. Как правило, в мелких хозяйствах оно не у всех есть. Есть, например, на практике, где боливар выращивался нулевым способом. Довольно-таки хорошо получается, хороший урожай, формируется хорошо корнеплод. Тип шантане подходит для выращивания как на гряде, так и на гребне. Боливары также можно выращивать и на нулевом уровне. Что касаемо нанского типа, Сатурна, либо Курода Шантане, Мерафлорес от компании Клосс, можно выращивать на нулевом уровне, но желательно, чтобы почвы были торфяные, либо песчаные. Тогда будет возможность удлиненному корнеплоду полноценно сформироваться, закруглиться, получить хороший, красивый урожай. Следующий вопрос. Влияют ли сроки посева на урожайность? На урожайность сроки посева, как правило, не влияют. Сроки посева влияют на длительность хранения. То есть, ранние весенние сроки посева практически для любой моркови не подходят для той моркови, которую собираются долго хранить. Как правило, морковь для длительного хранения, с учетом той или иной территории, зная, когда наступает холода, отсюда и высчитывают сроки посева. То есть, если морковь-боливар у нас 110 дней, и у вас устойчивая холода начинается в октябре, то есть, вы должны от этого периода отчитать 110 дней и совершить посев именно в эти сроки. Это, как правило, май-июнь. Посеянная морковь в эти сроки подходит для длительного хранения. То есть, на урожай это не влияет, как правило, ранние либо поздние сроки посева влияет, влияет только на продолжительность хранения. Следующий вопрос. Можно ли вносить органику под морковь? Органику, особенно свежую или полуразложившуюся под морковь, категорически не рекомендуется вносить, так как это удобрение обладает большим количеством азота, и оно очень сильно влияет на ветвление корнеплода. Там, где вы собираетесь сиять морковь, органику можно вносить за год или за два до этого. Благодарю за внимание. Покупайте семена в супермаркете семян. Дякуємо за увагу. З вами був ваш супермаркет Насинье. Підписывайтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустите нові відео. Продолжение следует...